У моего прадедушки есть медаль за отвагу. Знаю, что прадедушка был связистом. И так этот местный житель спас моему прадедушке и солдат от жизни. Но ему было трудно об этом говорить. Конечно, этим надо гордиться. О прадедушке как о супергерои. Именно так эти мальчики и девочки рассказывают о своем родном человеке. Иван Иванович Витько – тот самый прадедушка. А все эти ребята – его правнуки. Точнее, даже так – это не все его правнуки, но большинство. Ребята и Иван Иванович, к сожалению, никогда не виделись. Но историю своего супергероя они знают и хотят поделиться ею с другими. Знаю, что прадедушка был связистом. И когда бабушке задали в школе сделать сочинение про войну, она пошла просить дедушку, чтобы он написал ей, рассказал. Она его три дня уговаривала, уговаривала. Он отказывался, а потом в один прекрасный день она просыпается и видит на столе написанное все в подробном виде, как все было на войне. О том, как все было на войне, Иван Иванович Витько действительно рассказывать не любил. На фронт он ушел 19-летним парнем в 1942 году. Прямо перед этим молодой человек ломает ногу. Но война сурова, и сломанная нога не повод для освобождения. По дороге на место дислокации, куда направили Ивана Ивановича, врань у него заводятся черви. К счастью, ногу удалось сохранить. Попадает Витько в батальон связи при 5-й танковой дивизии и становится участником обороны Сталинграда. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Кому, как не связистам. Знать это точно и наверняка. Восстанавливать или поддерживать связь иногда приходилось в, мягко говоря, непростых условиях. Например, во время обстрела. У моего прадедушки есть медаль за отвагу. Получил ее в 1942 году на Сталинградском фронту. Он восстановил потерянную связь во время гитлерско-артиллерийского обстрела и бомбардировки авиации. И тем самым показав бойцам пример мужества и отваги. Однажды во время такого обстрела Иван Витько чуть было не потерял друга. Оба бойца разделились и находились на разных берегах реки. Друга Ивана Ивановича ранило, но бойцы сумели сохранить связь. Друг, кстати, остался жив. Его вытащил наш герой. Он протягивал связь, чтобы держать связь со своими. И когда его напарника подстрелили, он этой связью взял и вытащил его, получается, и спас. Иван Иванович прошел всю войну, освободив от фашистского гнета Украину, Чехословакию, Польшу, Венгрию. И в самом конце войны чуть ли не погиб. И кто бы мог подумать, не от пуль и гранат. Я знаю из рассказов моего папы. Он мне рассказывал, что когда советские солдаты и мой прадедушка освободили Прагу, в площади они увидели бочку с водой. Солдат мучила жажда, и они хотели попить. Они налили себе стаканы в воду. И только хотели попить, как местный житель им сказал. Когда немцы уходили, они отравили всю воду. Не пейте ее. И так этот местный житель спас моему прадедушке и солдату жизнь. Вернулся Иван Витько домой только в 1947 году. После окончания войны он еще два года проходил срочную службу. Фронт оказался не в счет. Но война для него закончилась 25 мая 1945 года. Среди наград, которые получил Иван Иванович за оборону Сталинграда, за освобождение Праги, медаль за отвагу и многие другие. После войны Иван Витько встретил Марию Васильевну Кузнецову. Кстати, ее судьба тоже оказалась непростой. Война забрала отца Марии. Он погиб на фронте, а старший брат пропал без вести. Мать вынести горе не смогла. Заболела и умерла. Мария росла вместе со своими братьями. Вчетвером. Самому младшему было всего 4 года, а юной Маше 12 лет. Мария и Иван Витько прожили в любви всю жизнь, подарив этому миру семерых детей. Родные вспоминают, 9 мая в семье всегда праздновалось по-особенному. И обязательно в доме проходила минута молчания. Пожалуй, это единственное время, когда сильный и взрослый мужчина плакал. Ивана Ивановича не стало в 1992 году. Ему было 68 лет. Так вышло, что он увидел не всех даже внуков, что и говорить о правнуках. Но традиция вспоминать о погибших на войне и о главном герое семьи осталась. Каждый год на 9 мая мы с моими родными ездим на кладбище, чтобы их как бы проведать, наших прадедушек и прабабушек. Все эти маленькие девочки и мальчики знают, им есть кем гордиться. И пусть личной встречи со своим прадедушкой не состоялось, но самое главное, он живет в их сердцах и будет жить в сердцах их детей. Настоящие герои вечны. И вот оно, подтверждение этих слов. Перед нами маленькое, но самое искреннее.